Ежегодно сотрудниками подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением ВД России по Тверской области выявляется порядка 500 преступлений экономической направленности. Такие данные были озвучены в ведомстве на пресс-конференции, которая прошла в эту среду. На ней побывала и наша съемочная группа. Все подробности в материале корреспондента Тверского проспекта. За минувший год на территории Тверской области выявлено 703 экономических преступлений, из которых 512 были пресечены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. С этого заявления, открывая традиционную пресс-конференцию по итогам года, начал начальник УЭП и ПК регионального управления МВД Артем Борисов. Как отметил руководитель подразделения, в сфере деятельности органов власти и государственных структур в минувшем году задокументирован 41 факт взяточничества. В числе которых 11 фактов получения взятки на сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей, 27 фактов дачи взятки на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Общая сумма взяток по пресеченным преступлениям составила 5 миллионов 300 тысяч рублей. В сфере защиты бюджетных средств за минувший год было выявлено 44 преступления, рассказывают в Управлении. Особое внимание к работам в рамках национальных проектов. На оперативный контроль были взяты более 80 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 950 миллионов рублей. Удалось выявить 8 преступлений, 4 в рамках национального проекта «Демография», 3 – «Экология», 1 – «Жилье» и «Городская среда». Общий размер ущерба и незаконно излечённые выгоды по находящимся в производстве уголовным делам составил более 7 миллионов рублей. Большой объём работы у сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями и в налоговой сфере. За минувший год таковых правонарушений было пресечено в 1,6 раза с 42 до 70 больше. В ведомстве отмечают 20 фактов мошенничества, совершённых путём незаконного применения налоговых льгот. Увеличилась в 5 раз и раскрываемость фальшивого монетничества. В настоящее время окончены производством уголовные дела по 17 фактам сбыта поддельных денежных знаков в отношении 10 лиц.